За Альпийской Европой, потому что он туда ездил из своего Рима лечиться, а в Риме он писал, и там оно писалось, вот там мертвые души писались, понимаете, там был создан первый тон мертвых душ и рай, вот это и рай, поэтому рай, вот там где пишется, там и рай. И для Гоголя, если бы ему писалось бы в Германии, вот так бы случилось, что мертвые души он создал бы в Афаранске на Майне, так он бы богатворял Германию, так же, как он богатворил Италию, вот, поэтому в этом не надо видеть ничего такого, ну что ли, национально-географическое. Да, 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 это исключительно психологично, это мифология, это психология творчества, писателя. Итак, ад Гоголя. Гоголь лично сидит посреди заснеженной Германии, в холодной, прокуренной, без камина и печи, скисленно со всех сторон дородными немцами. Потому что реальный ад Гоголю открылся тогда, когда творчество, когда перестали писаться мертвые души, вот, когда трагедия, трагедия художника, понимаете, когда он сознал и произносит страшные слова, и следует.